Уникальный по своей задумке, не имеющий аналогов в Европе, Международный форум Ледовый дворцы спорта России состоялся в Омской области на территории экспоцентра. Организаторы мероприятия – инвестиционно-промышленная компания «Жилстрой», группа компании «Just Fit Life» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Цели форума – инвестиции, управление и развитие спортивных сооружений. В мире постоянно растут требования к подготовке спортсменов, поэтому меняются стандарты спортивных баз, на которых они тренируются. Среди делегатов – представители 10 российских регионов, а также гости из Франции и Финляндии. За два дня работы чиновники региональных спортивных министерств, эксперты и строители познакомились с опытом Омской области в возведении комплексных спортивных сооружений. Место проведения форума выбрано не случайно. Омская область – лидер в реализации федеральной целевой программы развития спорта. Кроме того, в регионе уже 15 лет действует подобная губернаторская программа, благодаря которой построено 9 катков с искусственным льдом и 7 стадионов. Я знала, что Омск в лидерах всегда, но то, что из 52 объектов 16 построено в Омской области – это показатель. И проведение данного форума, я думаю, не случайно. В программе форума – семинары, презентации, круглые столы на темы проектирования, строительства, эксплуатации и управления ледовых объектов. Иностранные эксперты в этой области Юка Тенхунен и Дэвид Готшо знакомили участников мероприятия с современным европейским опытом в строительстве крытых ледовых арен, а также говорили о различных возможностях рентабельности спортивных сооружений. И вот, что мы ожидаем от этого форума – посмотреть и поделиться международным опытом, попытаться понять, как здесь, в российских регионах, мы могли бы совместно найти прибыльную бизнес-модель. Было бы очень важно, если мы могли это сделать в США и в Европе, потому что это тоже так сложно в Европе и в США, как здесь. В рамках форума для гостей была проведена экскурсия по омскому спортивным сооружениям. В первый день делегаты отправились в арену Омск на Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Красная армия Россия» и «All Stars» США. Хотя Дэвида и Юку интересовало в основном устройство спортивного объекта, они пообещали, что хоккейные баталии не оставят их равнодушными. Я не американец. Я француз. И я живу в России. Так, мой вид, это будет в России. На второй день форума делегаты посетили дворец имени Александра Кожевникова. Российским гостям очень понравилось спортивное сооружение. Иностранные эксперты, хотя и оценили качество строительных конструкций и оборудования, но высказались о нерациональном с их точки зрения использовании помещений. По их мнению, такие сооружения предназначены исключительно для занятий спортом, а могли бы стать еще и массовыми культурно-развлекательными центрами. У наших ледовых арен концепция строительства примерно та же, но мы делаем в одном помещении двойные площади различного назначения. Так, благодаря этому, мы можем сэкономить средства. В результате форума были достигнуты перспективные и взаимовыгодные партнерские соглашения для строительства новых спортивных сооружений. В Омской области в 2012 году откроется представительство компании «Найбекар» и начнется строительство нового офисного центра и гостиницы. Следующий подобный форум пройдет через год снова в Омской области. Редактор субтитров А.Семкин